Здорово, бойцы, на связи Флэс, и вы не поверите, как я рад сыграть на этой карте. Как давно я уже не играл на Бокаже, как я по нему соскучился, ведь это одна из моих самых... Нет, это моя самая любимая карта мультиплеера. Возьму пулеметчика. Поставлю пулеметчика сюда, чтобы какое-то вторжение пресечь. На этой карте частенько бывает такое. Ну и сейчас потихонечку будем закапываться. Эх, Бокажек, Бокажек. Какое счастье. Здесь я беру, пулеметчик туда бежит. Ой, слушайте, а я угадал. Действительно вторжение. Очень плохо. Нет, это не просто очень плохо, это катастрофа. Я не рассчитал силы, не угадал с позиции, и сейчас буду по попе получать обманный маневр. А вот и вылетела бригада из трех гадов, из тачки. Так себе начал, конечно, но зато теперь я при МГ. Хи-хи. Ничего страшного. Можно даже кубелечек. Эх. Хотел уже сесть в кубелечек, но ломают мечты. Ломают и ломают мечты. Так, пулеметчик, давай. И здесь поставим. Ну все, сейчас пулеметчик здесь будет защищаться. Неужели меня здесь так и будут атаковать? Так и будут теребонькать меня? Слушайте, а что-то очень похоже на это. Здесь сейчас меня гранатами будут закидывать. А нет, брустера просто ставят. Лишь отсюда. Нехороший стрелок. Да я сейчас буду гранатами закидывать. Так, давайте бруствер заберем. Стоп, там британских спецов моих убивают. А кто? Кто? Ааа, твою мать! Твою мать! Все плохо, оказывается. Черт возьми, я не заметил. Оказывается, прополз. Ну да, так и будет. Меня здесь теребить, да теребить. Ну давайте пока тяжелый пулемет возьмем. Блин, очень плохо то, что я потерял пулеметчика. Эйх. Не могу я пока на центре играть. И союзнику там помощь нужна. Черт возьми. Так, бренушку я не поднял. Или... Я на самом деле не понял. Какие-то тут мувы странные идут. Бронебойщик у меня здесь есть. Но... Этого очень недостаточно. А здесь еще взорвали. Моего британского спеца. Так, ну тяжелый пулемет. Это так. Это так себе на самом деле. Союзник что-то у меня пассивный. Он там, не знаю, у него небольшой ранг. Он среднячок. Взял Т-60. Ну вот как бы и все. В общем-то и все. А я свой флаг до сих пор взять не могу. Проклятие. Здесь уже много убитых. Че, неужели сейчас будет вторжение? Ну давайте потихонечку ставить поближе. Тяжелый пулемет. Ну ладно, сюда поставлю примерно. Так, надо еще больше бронебойщиков взять. Сейчас какая-нибудь билиберда. Как выкатиться. Гренадеры что-то делают. Ай-яй-яй. Так, автоматчик я бы сюда поставил. Чтоб никто не проскочил. Это мало ли. Так и приехал. Кто это приехал? Это сарайный господин приехал. Очень-очень не вовремя. Очень не вовремя. Так. Давай как-нибудь вот сюда. Ну ладно. Сравнялись мы по флагам. Хотя, конечно. Ну вот я мог бы уже побежать. Но, как вы понимаете, стаминки у меня не очень много. Так. Как они увидели моего бойца? Так, я понял, что это за вид игроков. Я таких называю прилипалы. Эй. Неприятнейший типаж. Бой будет душноватым. Ладно. Будем думать. А что бы придумать-то? Сарай-то 60 отпугнул. Да уж, это точно прилипалы. Прилипают как банный лист к жопе. Ну, начало оптимизма, конечно, не внушает. Начал я очень плохо. Этот вообще от меня отстать не может. Ну, можно Вальку взять, а можно взять что-нибудь другое. Например, Круссайдера. Валька пока доедет. Мне бы, кстати, пехоты уже взять. Давно я такого наглого черта не видел. Чувствую, будет очень неприятно. Да уже неприятно. Здесь все четенькое. Но пока что да. Нужно Арчера взять. Давайте АА-1 возьму. Раз уж накопил уже на него. Давайте. Сюда свору отправим. Да, на автоматчика так лучше не бежать. Ерунду я сделал, обменял. Да, чувак, я понимаю. Захвати. Так меня тут перерезает правый оппонент. Захвати. Вот это классная команда. А так можно было? То есть просто пишешь союзнику захвати, и он захватывает? Красавец. Саперы уже пошли вовсю. Захвати. Меня что-то веселит. Это из разряда, если ты бездомный, просто купи дом. Если ты бездомный, просто купи дом. Ну, едь, едь. Давайте Анзаков брать. Не надо подобными вещами заниматься. Бронебойщика убил. Противного тоже убил. Надо вот здесь, короче, как-то брустер поставить, чтобы всяких выбегающих уничтожить. Давайте бронебойщика убрать. Так, все, поехал. ЛТ-60 кромсать. Ну ладно, сейчас, надеюсь, будет получше. Ох, это ты зря, бро. Это ты зря. Оствинда против моей колесницы смерти. Ни единого шанса. Круссайдер АА1 это король в данной категории. Четверку не заметил. Оствинда убил. Не, не убил. Убил, но не добил. Ну, классика жанра. Я, кстати, давно не брал одноствольного крузика. Че-то на двухствольный подсел. А ведь это та еще нагибашка. Ну все, спустя 9 минут можно и центр взять. О, четверек горит. А как это произошло? Слушайте, а союзник-то молодец. Вовремя взял 57-ю. Ну, интересный, конечно, у меня союзник. Вместо того, чтобы вот так вот тыкать и писать захвати, он мог бы тоже поиграть пехотой. Поставить, в конце концов, брустверы. Бакаши-то одна из тех карт, где реально нужно вдвоем молотить с двух сторон. И тогда все будет прекрасно. Он молодец, что танк подбил. Но фактор пехоты это неотъемлемая часть любого боя. Хоть ты танкист, хоть артиллерист. Ну а прилипала, продолжает прилипать. Не-не-не-не-не. Я все хочу, остын. Там сейчас бронебойщик какой-то уже прибежит. А нет, штук появился. Оперативно. Штук работает. Да, трак, снимись. А, трак снялся, кстати. Тогда давайте марш-брос... Блин, не могу марш-бросок сделать. Черт, мне срочно нужна разведка в этом районе. Готово. Готово. Нет. Ноп. Сгорел. Сгорел. У него боезапас закончился. И беги, пожалуйста. Не стой. Как из туканища. Так, они там снова что-то взяли. Петцера взяли. Укатываемся отсюда. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. А, Оствинт не сгорел, мне показалось. Да ё-моё, эти недобитые танки. А эти недобитые гренадёры. Танкисты какие-то. Е-хе-хе. Ну, я не знаю. Давайте Арчера возьму, чисто по приколу. Тут дистанция, в принципе, может решить. Да, и начинается что-то снова. Они там, я так и не завалил это окно. Ну, так-то, знаете, Арчер, пожалуйста. Давай нормально. Мне не хватает уже союзника на центре. То, что он там на одном танке сидит, это ничего нам не даёт. Буквально. Давайте начнём с Оствина. Надо добивать. Так, ну это я лишь пробил Хетцера. А вот теперь убил Хетцера, как-то удачно попал. Знаете, что самое приятное в Арчере? Его плавный ход. Вы посмотрите, как он плавно передвигается. Ну, то есть Арчер достоин внимания. Он, как минимум, подкупает тем, что это самый дешёвый танк с 17-фунтовкой. Нет, так дело не пойдёт у нас. Надо, чтобы союзник активнее играл. И стоило ли оно того? Я никак коственно добить не могу. Ребят, может быть, я в глаза, конечно, долблюсь. Может быть, я просто не понимаю чего-то. Но вы можете мне объяснить, чем занимается мой союзник? Где он? Умри, пожалуйста. Это уже все рамки приличия переходят. Так, прилетело. Так, теперь я ему потыкал. У меня что, тысяча рук, что ли? Танк убей, потом добей. Центр захвати. А что ты-то делаешь в это время? Да сколько ждать-то можно? Он что там после убийства четвёрки ману восстанавливал? На, вот так вот ему. Так, есть пробитие. Ай, в рубку попал. Всё, смерть. Да. Ладно. Он был слишком хорош. А, ну, в общем-то, невелика проблема. Разве что я Остинта так и не добил. А нет, он вернулся на круги своя. Давайте тоже Кромвеля возьмём. Пригодится. Пора взрывать эти здания. Они не особо здесь и нужны. Так, Остинт поехал. Здорово, здорово. Тридцать четвёрка. Так, так с места и не сдвинулось. Нет, чтобы там добить хоть что-то, хоть сарайды. Ну ладно. Бац. Готов там пулемётчик. Бац. Можно чинить Арчера. Ну и всё, и бежит пехота. И когда мы в следующий раз возьмём этот центр, даже представить не могу. И предположить тоже не могу. Так, мой Кромвель ломает памятник. Окей. Так, союзник подбил Остинт. Похоже, шутка про ману не такая уж и шутка. Он ничего не делает какое-то время, а потом взрывает что-то. Похоже, это вопрос, после которого плакал весь Советский Союз. Они бегают и бегают, бегают и бегают. Их просто не остановить. Давай, Кромвель, по макушке надо как-то попасть. Вот через борт как-то. Ну, блин, хоть бы трак сбил, я не знаю. Эх, нет, заметил. Услышал. Я хотел как-то на трак попытаться его поставить. Фолькштурм. Ну, они тоже сидят голодают. Так, чё там? Трачинские окейушки. Поехали сюда, значит. О! Красавчик. Ты! Я поражаюсь, понимаете? Против нас не слабые игроки. Это видно. Они микроконтролят жестко пехотой. Ну, вот мой союзник взял и показал, что такое удачный момент. В моей команде действительно архимаг. Так, получается, немец не может взять тигра-ветерана. Это замечательно. Это руки нам развязывает. А ты чё делаешь? А брус расставишь. Ты пулемётчик? Кто из вас пулемётчик? Так, давай. Гринадер просто переживает столько попаданий. Из крупнокалиберной зенитки. Так, как насчёт уничтожить? Здесь никого нет. Да, вроде чистенько. Там что-то едет. Так, понятно. СВГ, как иначе. Ага, ИПАК-43. Последних спецочкей. Ну, по всей видимости, мой Крусайдер настолько мощный и бронированный, что понадобилось ПАК-43. Иначе её появление я не могу объяснить. Разорвал ПАК-43. Как всё просрать за две минуты? Способие для чайников. Я уже устал убивать Оствин. Да я вам честно скажу, сколько я должен ещё этим заниматься. Клятый Оствин. Арчер, очнись. О, очнулся. Это работает. Только танкистов мало. Нет. Как я люблю это. Знаете, почему он не стрелял? Потому что танкиста нужно было подождать. Нет, снова понаставили. Своих пулемётчиков. Оствинт, который умереть не может. Зараза, блин. Ненавижу тебя. Так, ну, он немного пехоты у меня убил, будем откровенны. Он даже не убил моего бронебойщика. Всё, обложили, гады. Так, чё там могу взять? Файрфлай я так-то могу взять. Он там с помощью Д1 пытается СВГ поймать. Ну, в принципе, карта небольшая, причём бы и нет. Д1, так Д1. Всё, Оствинт уехал. Буквально то, чем я занимался весь бой, не дало своих плодов. Ну, чё? Файрфлай получается. Не очень хочется, если честно, мне Файрфлайа брать. А давайте комету возьмём. Да-да-да. Мне кажется, комета лучше подойдёт. Я смотрю, он играет на всём, кроме пехоты. А всё, поставили на трак. Да-да-да-да, вижу. Ну, комета... Жутко бронированный танк, особенно в верхней части, поэтому я не думаю, что он меня пробьёт. Так, пробитие. Пробил. Синдром Флэза, пощады. Да, слушайте, не всё так просто, не всё так чисто. Да ты чё, комета? Чинись. Комета, ты чего? Ну, он меня тоже не пробивает. Ну, почему она... Она почему не пробивает? Е-е-е, всё. Красота, до конца добил. Так, ну ты почему чиниться не хочешь? Так, ну что ж, я столько британского понабрал. Я не могу пехотой даже играть. О, мразишь. Начинается. Куда ты стрельнул? Так, пошли гвардейцы. Блин, зачем я вообще комету взял? И она нафиг не нужна была. Ну, знаете, бывает такое. Танк хочется взять. Вообще, несмотря ни на что. Я вот сижу теперь. Ты чё, издеваешься? У тебя пачка красногвардейцев мимо пробежала. И продолжает тыкать. Чё я могу сделать-то? Ё-моё, не попал. Комета, убей его. Да комета! Ненавижу комету. Всё, тьфу, тьфу на неё. Надо было фаерфлея брать. О, да! Никогда не взорвался, а тут взорвался. Ну чё, сам лоханулся. Я ничего здесь не могу сделать. Это в очередной раз доказывает то, что пехотой нужно играть. Даже если ты там на арте сидишь. Он же действительно, он берёт один юнит и играет на нём. Я давно прям такого не видел. Это однорукий, однохер. Мы выиграем этот бой. Никаких проблем. Они слишком много танков насливали. Но ни я, ни тем более он, ни Микрим пехоты. Из-за этого у нас какие-то вот такие вот болячки вылезают. Они временные, но они вылезают. Они просто оттягивают бой. И он будет дольше, чем обычный. Видите, они бегают и бегают. Ужас. Просто наипротивнейшие противники. Ну в целом правильно всё делать, наверное. Как для себя. Ой, сейчас полетит СВГ. Я чувствую. Мне сейчас достанется. А, ещё Хецар там. Смотрите, что делают. Им вообще по барабану. Так. Я так и не добил Оственно снова. На тебе в лицо. На тебе в лицо. Жесть, он ещё и возмущается. Штуку лови, пехота играй. Здесь есть какое-то противоречие. Здесь есть какие-то две несовместимые задачи. Невыполнимые. Штуку лови, пехота играй. Да. Да. Это то, чего я от тебя хочу. Ты чё собираешься просто сидеть и ждать штуку и больше ничего не делать? Да ё-моё, понимаете, не умирает Остин. Там Хецар сейчас ещё очнётся. Ну вот. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Он со второго взял. Он просто презирает пехоту. Я забыл, но мне повезло. Как мне повезло. У меня тоже, короче, заколдованный Круссайдер. У них Остин, у меня Круссайдер. Я, в общем-то, тоже подзабил на пехоту. Нам с ним можно создавать клуб анонимных танколюбителей. Так, там что-то справа едет. Что-то там едет. О-о-о. Нашёл, чё взять. СВГ вон. Так, погнали за СВГ. О, всё, убил. Тут сложно было не убить. Раз уж на тупо шоу. Не слепой. Да я боюсь уже. Чё-то выкинешь в очередной раз. Так, уезжай, наверное. Пополнить тебя надо. Ой. Ой. Куда я поехал? Да не в ту сторону башни. Хотя там С-2. Ладно, чё я паникую-то. Ёлки-палки. Очень неприятненькая история. Пасибки, пасибки. Играем как полные стуканы. Ну, в общем, все мои последние бои. Это примерно вот это. Вот это череда неудач. Мракобесия. Он мне решил пехот кидать. Игра на это пошла. Убила всех. Ага, ага. Чё он мне? Партизанов дал. Красавчик. Сейчас хоть партизанов солью. Моё любимое... Моё любимое занятие. Нет, так и стоит тут. А, у меня еще бронебойщик здесь сидит, ждет своего часа. Так, автоматчик, сюда можно. Ты беги на центр там. Ну, все, можно остывать. Они, кстати, практически победили. А, даже так? Партизаны. Бедные несчастные партизаны. Чё он хетцер-то не добивает и сон? Ловите, гайз. Динамитус. Полетели, полетели. Тут-то... Да тут-то не доберусь. Ой, в коем-то веке Кромвель нормально дал, рандомно. Так, тебя пополнять надо срочно. О, убил штуку Цуфус. Молоток. Просто берет юниты, понимаете? БМ-8 взял вовремя. ИСа-2 взял вовремя. Бронебойщика взял вовремя. Такой же союзник. Ну вот так вот оно и делается. Хватит давить его. Как же нам плевать на центр. Не показывайте этот бой киберкотлетам. Они просто умрут от просмотра. Ай, двойняшки. Как же рванулись красиво. Вот он приседает, зарядку делает. Он еще и попал. Я просто не понял, что с ним происходило. Мне показалось, он забаговал полностью. Не стоило, наверное, отдавать даймлера. Рановато отдал. Ну вот он может взять пехоту. Почему он сам-то не играет? Ну, камон. Ну, это же не так сложно. Так, все, ништяк. Танкист бы еще засунуть одного. Четыре экипажа, да, все правильно. И сливать не надо. Все, ставь сюда бочку, сам залезаешь. Потому что они не видели. Даже так. Убил. Партизанчиков сливаю все еще. Какой же кайф сливать партизанчиков. Там где-то радист помер. Надоел. Просто надоел. Он... Карабинер прилетел. Он надоел не играть пехотой. Ну, что за дела? Ну, невозможно же быть танкистом только. И артиллеристом. Мы бы куда больше очков набили, если бы он кидал пехот. Чисто от прямого управления играет танком. Ну, в таком случае действительно рук у него не хватит. На пехоту. Так, ее мое, везде крыса какая-то сидит. Сломаю там стенку заодно. Кайф. Агась. Ой-ой-ой-ой. Ну, придется сейчас. Ну, теперь мне надо, чтобы он точно играл на центре. Потому что меня тут сейчас будут, похоже, теребонькать. Вот как-нибудь так. Ладно, черт с этим радистом. Не, не убьешь. Не убьешь. Вот так вот. Ну, я люблю на самом деле здесь играть на британцах. Британцы четкие. Да британцы везде четкие. Самая четкая нация. Еще такая. Ссорой. Время тянут. Да как же я не попал. Нет. Стоп. Я башню сломал. Ладно, не понял. О, он убил ее. Шикарно. Так, здесь что как? Здесь потихонечку. Вот так вот. Робель. Чудит. Ну, скажем так. Они... Они очень плохо техникой отыграли. Очень плохо. А потом, когда у них начало все из рук валиться, они начали брать уже просто наобум. Пазики четвертые какие-то. Несколько раз хедсеров. Несколько раз штугов. И поэтому они проиграли. И даже штука и СВГ никак не помогли им. Потому что карта небольшая. Ловить здесь их действительно удобно. Это все-таки не сельхоз район какой-нибудь. Союзник молодец. У меня к нему в принципе нет претензий. Кроме того, что, ну, пехотой бы играть все-таки. Мне просто надоело играть пехотой. Я весь бой пытался там центр взять. Пока он там выцеливал. С прямого управления. Тыщ. Раист. Он самый. Ну, давайте тоже флаг захватим у них. Че бы нет. О, панциршрек тут, оказывается, был. Теперь я у тебя флаг заберу. Вот так вот. Как-то победил моего бойца. Так, их, так. Тяжелый пулемет. Давайте ближе ставить. Ну, вот так вот. Чистенько, красивенько под конец. Все, успокоились. Да, с техникой у них беда. Они, они классно играют пехотой. Так, дерзко. Постоянно бегут, кидают гранату. Но этого им не хватило. Так, у меня бы ее запас закончился. Блин. А там бронебойщик ползет. Нееет. Отбивай своей жопой. Отлично. Это просто чудо какое-то. А не Крусайдер. Он все отбил в этом бою. И от дедушки ушел. И от бабушки ушел. Здесь, чуваки, у меня так и стоят. Кромвель, когда надо, он никогда не попадает. Я вот что заметил. Вот когда я там выцеливаю что-то, пытаюсь. Он не попадает. Он так случайно закидывает. Что такое? Огнеметчик сам себя сжег. Ну да, это очень смешно. Хы-хы, прям, я бы даже сказал. Прям хы-хы. Даймлер пошел в атаку. Расстреливаем. Что, взяли? Тройку взяли. Когда я даймлера беру, они вечно танки выкатывают свои. Мне бы от этого избавиться. Броу. Убей, ИСОМ. Я даже на трак... Нет, не поставил на трак. Так, ну тут нет гранатомета. Знаете, я выиграю его. Мне вот не впадло. Нет, я не выиграю его. Зачем я это сделал? Зачем я отдал? И Кромвель добавил. Ну все. Позор мне. Просто позор. ИС-2 проснулся. Где-то был ИС-2. Ага, обидно. Блин, зачем я его слил? Я что-то думал, мне хватит бронепробития. Никогда не починить. Ай. Глупости надел. Все-таки тройка это не картонище. Там 50 миллиметров. Прямо-прямо противно на душе из-за этого. Так бы реально мог бы стать... Ну, это герой. Круссайдер, конечно, но... Если бы я не слил его, это был бы какой-то демонический герой. Не ваша команда лидирует. Как за Круссайдер обидно. А вот он, радист. На это подострелок был. Все. Зато радиостанцию спер. А вот круто. А. Не тот ствол. Ну да, перезаряди этот. Ну я боюсь туда стрелять. ИС-2 приехал. Не, он отказывается играть пехотой. Этот человек не играет пехотой принципиально. Но, смотрите, тоже по глупости слил С-2. Не только я один таким занимаюсь. Не только я один сливаю Круссайдеры. Где мы откинули гранату? Непобедимые танкисты. Как их победить тогда, если они гранаты откидывают? А, ну в общем, как и любой мой последний бой, этот бой полон неудач, полон разочарований, но в то же время полоны радости. Мы взяли. Я бы не сказал, что этот бой был простым. Вот. Напряжение было недостаточно долго. Они накопили 84 очка. Но мы просто технику грамотнее реализовали. Вот и все. Как мне кажется. Но они не сдаются. Им, конечно, вот за вот такую вот волевую игру... Респект. А, типа, ну там... Какого-то гренадера. Отлично. Отлично. А, я еще и не все спецочки использовал. Дифига себе, они очков сколько набрали. Ну, ладно. Надеюсь, что вам понравилось. На связи был Флэйс. Конец связи. Субтитры создавал DimaTorzok